Почти каждый подросток ищет для себя место для подработки, зачастую это очень сложно. С проектом MoneyWork не придется напрягаться. Создатель этой группы изучил множество способов заработка, которые публикуются в группе. Создана специальная система, по которой каждый гарантированно может заработать первые 10 тысяч на разных схемах. И это не предел. Переходи по ссылке в описании, посмотри и реши, нравится тебе это или нет. Хаги-Ваги, Сиреноголовый, никуда не помню. Вернулись, чтобы мстить всем своим обидчикам. Да, и... Они приходят ночью, если не успеть поставить лайк за 3 секунды. Не надо! 3, 2, 1... Дядя, не надо! 1, 2, 3... Давай быстрее! Это было близко. Ладно, без шуток. Сегодня у нас история зарождения Хаги-Ваги. Обязательно смотрите до самого конца, подпишитесь обязательно на авторов, давайте их поддержим. Подписывайтесь также на мой канал и жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать. Субтитры монстры вас не беспокоили ночью. Не надо! Мистер Лео подтвердил. Усажьтесь поудобнее, поехали. Посмотрите, девочка идет одна по улице. И неужели она сейчас наткнется на заброшенного Хаги-Ваги, которого выбросили на мусорку, как в предыдущих выпусках выбрасывали Сиреноголового? Да! 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 Я был прав. И серьезно, я не подсматривал. Хаги-Ваги выбросили на помойку. Ооо, ты такой веселый! Я возьму тебя с собой домой. И тебя умою. Почищу, накормлю, и ты будешь сам. Она, видимо, будет потом ее защищать сто процентов. Как тот Сиреноголовый, прошу прощения, предыдущую спасительницу. Вот она с ним играет, поставила его на стол и налила, видимо, ему чашечку кофе. Но нет, это не кофе, это просто подставка. Он облокотился на нее, она за ним ухаживает, высушивает его, заботится. Посмотрите, он сейчас, мне кажется, оживет и сделает... БУ! Мне кажется, нет. А-а-а, она решила его разукрасить. Да ладно. Стал зеленым. Зеленый Хаги-Ваги, нет, нет, нет. Оказывается, он изначально был серым. Желтый ему не подходит. И она покрасила его синим. Нет, она его разукрасила в тигровый цвет. И он ему точно не подходит. Но все мы знаем, что Хаги-Ваги у нас синий. Да, и ему этот цвет точно идет. Милый, согласитесь, да? Ага. Все, не... Ё-моё, он упал. Он ожил и упал. Мне кажется, да? Он же ожил. Он ожил, по-моему, и даже не дернул. А-а-а! Он... 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 Он вырос. Неужели он ее сожрет? Неужели он ее съест? Нет. Он добрый. Он понял, что она за ним ухаживала. Хаги-Ваги. Ты опасный тип. Поздоровайся со мной. Садись. Усаживайся. Накорми меня, говорит. Ага. Она с ним поздоровалась. Представляете, какой у нее шок? Хаги-Ваги ожил до таких размеров еще. Расширился. Ну а яичницу тебе? Кушай, Хаги-Ваги. Я знаю, ты прожорливый. Нет, он не любит яичницу. Он любит мясо. Наверное, какую-нибудь человеческую. Я не знаю. Или что он ему даст сейчас? Что это? Это рыба? Я не понял. Что она дала ему? Я не заметил. Что она ему дала? Они смотрят... Ой, е-мое. Хотел сказать, алиса в стране чудес. Ой, я забыл, честно, как это называется. Этот фильм, мультик. Они сейчас поцелуются, да? Это ее парень, да? Про Жолю. Нашла себе парня. Он взял, съел все. Даже не почувствовал. А она ест по кусочку. Он ухаживает. Она ухаживает, продолжает ухаживать. За ним решили устроить свидание на балконе. С Хаги-Ваги. Потрясающе. Хаги-Ваги огромный. Она ему читает сказки, видимо. Да, но он не помещается на этом диване. Посмотри, ему надо кровать побольше. Ему точно удобно, ты уверена? Мне кажется, ему вообще неудобно. Хотя не знаю, что он чувствует вообще этот Хаги-Ваги. Хаги-Ваги. Экстренные новости. Как камеры засекли какое-то странное существо. Хаги-Ваги. В виде игрушечного медведя. Люди думают, что это инопланетянин спустился с небес. А, стой, подожди, стой. Это же Киси-Миси. Послушай, он в Египте. Она в Египте. Да, да, да. Посмотрите, около египетских пирамид. И Хаги-Ваги, видимо, скучает по Киси-Миси. А она решила ему помочь. А они сейчас на Кипре. Сейчас поедут в Египет. Она здесь находится, говорит. Хорошо. Неужели они сейчас за ней поедут? Пошли, давай. Собираемся. Он пролетит? Да, он пролетит, прикинь. Прикольный мальчик. Приветик. А мальчик вообще даже не шелохнулся. Они же играют с ним каждый день. В маршрутках ездят. В такси. Где только с ним не бывают. На детских площадках забывают. Этого Хаги-Ваги разбрасывают. Где только можно. Все, пошли быстрее. Тихо-тихонечко. И даже хотя бы пригнулся бы для приличия. Он же высокий. Его заметят издалека. Ты видел хоть когда-нибудь это место? Какое оно красивое, да? Но Хаги-Ваги все равно. Потому что он хочет спасти Кисимиси. 100%. Вот, видимо, их лодка. Они сейчас не усядут и поплывут до Египта. Потрясающе. Хаги-Ваги, Египет. Море. Решили заснять тикток. А нет, нет. Сфоткаемся. Еее! Селфи. Она с ним прощается. Неужели они с ней больше никогда не увидятся? Он отправится к Кисимиси. Свои законные, так сказать, супруги. Не знаю, они же из одного яйца, что ли, вылупились. Но Кисимиси, Хаги-Ваги, они просто разного цвета. Пока Хаги-Ваги. Но она сделала все правильно, она его вырастила, выкормила, дала надежду на жизнь. Как та героическая женщина, которая вырастила сиреноголового у себя во дворе. Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, конечно, тебя, наверное, не забудет никогда. И тут в очередной день или вечер она возвращается домой. Точно! Стой! Мы же на этом месте, на этом моменте, боже, начали смотреть. Так вот откуда это? Получается, она попрощалась с Хаги-Ваги и встретила... Мультяшного кота. А продолжение следует. Но тут у нас экстренный выпуск новостей, посмотрите. Видимо, там сейчас объявится Хаги-Ваги и будет рассказывать ей свою историю. Да, вот он. Рассказал он всем, как он появился на свет. Наверное, мы поверили, и все были в восторге. И это, ребят, продолжение прошлого видео сиреноголового, как он оказался на Луне. Я очень огромный. Посмотрите, с чего все начиналось. Девочка попросила сиреноголового помочь ему достать... Помочь ей достать шарик. Он не смог это сделать и улетел на Луну. Короче говоря, это я все вкратце рассказал. И там было написано, продолжение следует. И он сейчас на Луне. Что он тут нашел? Какой-то алмаз или что это? Нет, уже нету. Что это было? Зеленая какая-то штука. А, камень. Что? А, амонгасы на Луне? А, ну да, это же эти астронавты. Астронавты. Помоги мне, говори. Как он должен тебе помочь? Да, если он, конечно, может без скафандра обходиться на этой Луне, сто процентов. Это же не живой человек. Это как он, а мутант. А эти ребята без скафандра не могут. Так. Он начал что-то ему рассказывать. Мы тут были на корабле. Мы что-то тут строили. И у нас появился ведьма. Предатель, который нас всех кинул. И я, видимо, остался один. Да. Нет, мне удалось, скорее всего, наверное, убежать. Он всех устранил. Этот негодяй. Он его толкнул. Да. И все попадали вниз. Поразбились. Да. Он умер. Он упал в бездну космоса. Нет, это не я. Это не я. А, они подумали то, что он предатель. И его, наверное, вышвырнули. И он оказался на Луне каким-то магическим образом. Чудесно. А, еще одного. Еще один случай. А, тогда, видимо, ему они поверили, что был не он. Но тут они, видимо, ему не поверят. Окончательно. И выбросят его. Нет, тоже поверили. И сейчас кто-то его 100% снова подставит. Похоже, это рассказ о Мангасов. Сиренголову. Как они... Вообще... Существовали. Все это время, пока он находился на земле. О! Это ударило током. Кто-то его подставил. Ну, неужели они... В этот раз поверят ему, что это не он? Очевидно то, что они... Ему не поверят. И выбросят ему... В этот раз. Наконец-таки. Я думаю, что... Ты предатель. Давай, сваливай с корабля. Браток. Все. Меня поставили импостер. Я не импостер. Ну, что поделать, его выбросить. Такая... Абба Амонгасиков. Продолжение следует. А как сиренголовы им должен помочь? Он все-таки вернулся на поверхность. Посмотрите. Этих сиренголовы ходит во дворе. Что? А, его кто-то рубанул. Типа, типа, помолчи, помолчи, ты орешь. А, он пришел к своей маме. Сиренголовы и соскучился. Он вернулся, что ли, на землю с луны? Ну, хотя не знаю, как попал он туда на эту луну легко. Такой вернулся спокойненько после рассказа Амонгаса. Я не знаю. Продолжение следует. Как обычно, все покрыто тайнами. Тут парень спокойно ходит около ветвиной лимельницы. В надежде увидеть девочку из игры Кальмара. И он ее увидел. Как же она сейчас с ним расправится? Ну, мне кажется, что она его побыстрее устранит, чем он. А, он играет в игру Кальмара, все, я понял. Быстрее... Чего? Спокойно. Спокойно. Надо не двигаться в этот момент. А почему он двигается? Та-та-та. 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 О, он успел. Или стой. Или он в обратную сторону тоже работает? По-моему, да. По-моему, он осмотрит в обратную сторону, куда он пробежал. Ему сейчас нельзя двигаться. Или стой, подожди, он сейчас не расправится как-то. Конечно. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Чё? Это как? Она устранила его. Он снес ей башку, и она его с моей башкой устранила. Потрясающе. Посмотрите, это опять дом дамика. Опять он, наверное, там буяни 100% со своим сиреноголовым. Бати, который с ним галлюцинация на сиреноголовый Хаги-Ваги. Что там происходит? О! Чё там? О! А это не сиреноголовый. Это ФНАФ. Это Бонни. Это Бонни. Что он делает там? Сейчас она дамику скинет. Или бати сейчас позвонит. А они гуляют. Да, я аж выдохся. Да, выдохся. Алло, дамик. Дамик, вы где? Вот с папой с площадки идём. Возвращайся, мама зовёт. Оставайтесь там. Слушай, у нас по дороге ходит какой-то робот-кролик или... Или робот-заяц. Хорошо, сиди дома и не выходи. Хорошо, будь осторожной. О, как он маме сказал. Чё мама-то хотела? Говорит, какой-то робот-кролик ходит. Сам ничего не понял. Пошли проверим. Хамеши. А может быть, это очередной аниматроник? Да. Да, Бонни! Да, точно. Потрясающе. У нас тоже Бонни ходит по улице. Им 100% в этом мерещится. Они понасмотрят ночью. Посидят за компом целую... Целую ночь. И постоянно будет это всё им касаться. Вот он ходит. Да, он нас заметил, бежим! Он зам... Не заметил, он спиной уходит. Он сейчас... Он сейчас заметил. Побежали быстрее. Стойте. Чего? А чё они остановились-то? Пап, кажется, это он нам! Да, он вам. Быстрее пихить! Это походу им хана. Им хана 100 подняк. А он кто? А зачем у него что-то вообще подходят? Это же самоубийство. Мне нужна ваша помощь. Это ты нам? Это ты нам? Да, да, папа. Что тебе нужно от нас? Я ищу своего друга Фредди. Вы его не видели? А вы точно с ним друзья? Да. Мы с ним вместе помогаем одному мальчику. Крыгали. Пап, мы чё, может быть, скажем? Что скажем? У Фредди села подзарядка. Мы решили помочь ему. Он находится у нас дома, на зарядке. Пойдём, мы проводим тебя. Опачки. Вот это совпадение. Они пошли домой к Фредди. Ё-моё. Все батарейки в доме. Оказывается, у них дома есть. Это аниматроник. Посмотрите. Бальчиковы, тащи всё, что есть. Все бульты, игрушки, всё, что есть на батарейках. Тащи сюда. Он же разрядился у них. Сейчас принесу. И сейчас он принесёт, чтобы зарядить Фредди. Нашёл батарейки. Давай, батя, вставляй. Давай, вставим батарейки, батя. А то будет худо. Тамир, смотри, чтобы мама сюда не заходила. Если что, предупредишь меня. Опять от мамы скрываем всё. Опять от мамы скрываем всё. Вот они, мужики. Всё от мамы. Главное, чтобы мама не знала. Настоящая. Смотри, маме не рассказывай. А то она по шее даст. Сто процентов. Фредди, всё готово. Нам осталось только подключить. Открывай приборную панель. Но мы знаем, что мама знает, что Бонни идёт. Спасибо. Ладно, стой, заряжайся. Главное, чтобы мама не зашла. Да, главное, чтобы мама не знала. Папа, ну как тут у вас дела? К нам ещё нет. Да нормально, осталось совсем чуть-чуть. Если что, задержи маму. Да. Понял. Но если мама узнает, будет плохо всем. Даже этим аниматроникам. Чего так рано? Вика, скорее пикамина, не забудь вращаться. Да? Я буду ждать тебя там. Быстрее, Вика. Какую рань? Ник, это очень классно. Хорошо, скоро буду. Чё спишь всё? Да выперду, как говорится. Всё, спишь да спишь. Спишь да спишь. Пора вставать. Чё спишь? Куда это, Ника, так рано ушла? Стоп, подожди. Может, случилось чего? Мама вообще-то дома. Часто вам звонит мама, чтобы позвать на детскую площадку? По-моему, она время сама нас туда отводила в своё время. А где мама-то? Вот она! Ну привет, Ника. Привет. А ты чего так рано? Так это же лучшее время. Для чего? Лучше раннего утра, только поздняя ночь. Что? Странно. Ну что, пойдём играть? Я предлагаю на перегонки. Ну давай. А куда? А давай до леса. Мама, в лесу вообще-то сиреноголовые. Да. Там сейчас небезопасно. Мам, ты чё? Ерунда. Я слышала, что их истребили. Да что, догоняй. Они вроде блинчиков наелись в прошлый раз и ушли. Куда они побежали? Мам, ты чё? Мам, не надо. Мам, я и не знала, что ты так быстро бегаешь. Да вообще. Мам, ты обо мне ещё много чего не знаешь. Вот это да. Что? Точно не знаешь. Ничего. А вот ещё одного. У неё две мамы. Оттуда. Это не я. Не разговаривай с чужой мамой. Что это значит? А ты тогда кто? А кто? Я твоя мама. Бежим быстрее в лес от неё. Чё? Это наверное сиреноголовый перевоплотился в меня. Какой маме верить? Ника, убегай от неё. Это я твоя мама. Постой. Так ты же говорила, что всех сиреноголовых истребили. Да. Тогда как-то мама может быть сиреноголовым. Но всё. Мне надоело. Я вас сейчас обоих съем. Ох, ничего себе. О, ё-моё. Вот это мама. Она стала сиреноголовым. О, нет, сиреноголовый. Ника, оттуда нужно. Она сто пудняк станет сиреноголовым. Ё-моё. На тебе по башке. Одна мама мочит другую маму. Потрясающе, потрясающе. Ой, ушатали, ушатали сиреноголовым. Но это мама была. Мама, я так испугалась. Да вообще. У нас мало времени. Бежим домой скорее. Она наверное с ума сошла. Хорошо, что мы от него убежали. Тебе повезло, что я оказалась рядом. Да, да, да. Но как ты узнала, где я? Она была рядом изначально. Когда пирана утром ушла, я была на кухне. Да. И решила проверить и проследить за тобой, куда ты пошла. Хорошая мама. Хорошая мама. О, собаки. Бедные собаки. Опа. Ага. Проследив за тобой, я увидела свою копию. И очень удивилась. А потом испугалась. Да. Я сразу поняла, что это проделки монстров. Да. Хорошо, что ты пошла за мной. Ты спасла меня. Да. Да ладно тебе. Главное сиреноголовый отстал. Ладно, пойду приготовлю что-нибудь вкусное. Блинчиков, пожалуйста. А где ее младшая сестра? О! И она превратилась в сиреноголового? Семейка сиреноголовых, е-мое. Тогда получается, где ее дочь настоящая? Я не знаю, что с ними будет. Ладно. В следующий раз посмотрим, что с ними стало. Обязательно ставьте лайк. Если вам понравилось, подписывайтесь обязательно на мой канал. И жмите как можно и снимите по колокольчику. И ничего больше не пропускать. Подписывайтесь на автор. Давайте им сделаем приятное. Рассказывайте с друзьям, жмите на вот эту вот штучку, чтобы подписаться постоянно. И вот эти дозы от специального льва сайта и еще одно тело. С хаги-маги и сиреноголовым. Предлагающее. Икать, если не боитесь. С вами был, как всегда, я. Райд, здоровый, для этого счастья, успехов, всего самого лучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте. Конечно, здоровы. И увидимся в новых видео. Пока.